Сегодня у нас посвящена тема такой практической вещи. Я – инвестор начинающий. Я пришёл на рынок. Вопрос, на какие показатели компании стоит обращать внимание, с чем сравнивать в конце концов показатели компании, стоит её включать в инвестиционный портфель или не стоит ее включать в инвестиционный портфель. Поэтому, если вы за какими-то практическими вещами, что нужно искать в отчётности, о чём говорят показатели, каким образом их интерпретировать, смотрите данное видео до конца. Первое, с чего хочется начать, это то, что сравнение компаний с широким рынком. Наверное, это не совсем корректно, потому что в свою очередь акции разделяются на две составляющие. То есть есть компании стоимости, и к компаниям стоимости относятся компании, которые уже, во-первых, заняли определенную долю рынка, уже развили производство, им расширяться достаточно сложно, и они генерируют денежный поток для акционеров. Рассчитывать на то, что компания как-то прям серьезно может масштабироваться, увеличиться, сложно. Примером может служить металлургическая компания. То есть вы понимаете, что если вы смотрите на компанию НЛМК, то у нее, да, это вертикально интегрированная компания, есть свои компании по добыче коксующегося угля, есть в холдинге компания, которая слябые делает, из которых руду добывают, есть коксахим производство на территории комбината. Смысл в том, что если вы разумно смотрите на финансовые показатели этой компании, она скорее не относится к компании Росту, то есть говорить о том, что прямо вот НЛМК завтра будет в два раза больше делать выручки и в два раза больше производить стали, ну, надо смотреть, да, какие реализуются инвестиционные программы, какие вложения в инвестиционные программы. Как бы по определению видно, что, скорее всего, этого нет. С другой стороны, вы можете посмотреть, опять же, в качестве примера IPO Facebook, когда пришли там инвестиционные дома, оценили компанию Facebook и сказали, что несмотря на то, что компания зарабатывает 1 миллиард долларов чистой прибыли, мы оцениваем эту компанию в 100 миллиардов долларов, да, потому что и человек такой, который применяет, например, инвестиционный подход Ворона Баффта такой, так, показатель PI 100, то есть я же разумный инвестор, компания зарабатывает миллиард, оценили ее в 100, меня хотят кинуть, у меня эта компания будет окупаться 100 лет, но это компания Роста, вчера мы вообще еще ничего не зарабатывали, у нас не было никакой регламы, это просто была социальная сеть, сейчас мы частично начали монетизировать и уже текущие показатели говорят, что мы можем масштабироваться и мы через 5 лет будем зарабатывать 10 миллиардов долларов в год, и тогда я как инвестор считаю это компанией Роста, у нее есть аудитория, аудитория миллиард человек, сможет ли она с аудиторией в миллиард человек получить 1 доллар чистой прибыли, 5 долларов чистой прибыли сможет, наверное сможет, да, то есть каким-то по своим бизнес-модели, то есть если компания со своих миллиардов людей-пользователей будет получать 5 долларов чистой прибыли, тогда через моя чистая прибыль как акционера этой компании через 5 лет будет в 5 раз больше, и показатель, что сейчас нужно за эту компанию 100 миллиардов заплатить, он не является уж таким печальным, да, то есть потому что прибыль будет не 1 миллиард, а будет 5 миллиардов, и тогда этот показатель составляет 20, а если будет 10 миллиардов, то показатель будет 10, и тогда я уже оцениваю это как компанию Роста, у нее есть понятная бизнес-модель, у нее есть понимание каким образом она будет расширяться, где она будет зарабатывать прибыль, за счет чего она будет зарабатывать прибыли, и тогда я как акционер этой компании, я говорю, окей, да, я понимаю, что следующие там 3 года ждать от нее выплаты каких-то дивидендов не стоит. Но если я покупаю на долгосрочный период на 10 лет и через 10 лет эта компания будет генерировать по 10 миллиардов долларов чистой прибыли, то в этом случае у меня доходность будет только на дивидендах, на вложенный капитал 10%. Не считая того, что когда она будет зарабатывать 10 миллиардов, она будет стоить не 100 миллиардов, она скорее всего будет стоить среднее значение для американского рынка 25, то получается, что зарабатывая 10 миллиардов, компания будет стоить 300 миллиардов, то есть в 10 раз у нее может вырасти капитализация. То есть я в 10 раз подниму деньги и еще дивиденды буду получать. Понятно, да? То есть здесь получается, что первое, на что стоит обращать внимание, вы что хотите покупать? Вы покупаете компании стоимости, которые не могут увеличить выручку, но платят стабильный денежный поток, стабильные дивиденды, которые можно направлять на реинвестирование. Или вы покупаете компании роста. Компания, которая сейчас вообще ничего не может, может не давать никакого денежного потока, но в будущем она будет стоить дороже. И суть заключается в том, что в условиях, когда процентные ставки низкие, когда стоимость кредитования низкая, то компании роста растут очень сильно. Цена за риск невысокая, компания может взять кредиты в том числе, развиться, да, и заработать больше. В условиях турбулентности, в условиях рецессии, в условиях, когда падает экономика, снижается, когда растет инфляция, когда растет безработица, наиболее интересные, предпочтительные компании стоимости. Потому что да, вы с одной стороны не ждете какой-то значительной прибыли, но с другой стороны у нее стабильные денежные потоки. Например, Coca-Cola, например, McDonald's тот же самый. То есть, это компания стоимости. Ожидать, что McDonald's увеличит свою выручку там в два раза, никто от него этого не ждет. Но зато это понятная бизнес-модель, которая генерирует кэшфлоу. Coca-Cola, никто не ждет, что Coca-Cola, она и так уже заняла свою долю. Все, они рынок поплевели с Pepsi, мировой. Ожидать, что увеличится доля Coca-Cola? Нет, не ждешь. Но рентабельность, которая обладает компанией денежный поток, который она генерирует, как раз таки позволяет получить долгосрочную стоимость. Это вот первое разграничение, что нужно определиться, что вы покупаете в портфель, стоимостные компании или компания роста. Затем у нас вообще в проекте мы оцениваем компании, вот как раз таки делим их на категории компании роста или компании дивидендные. На какие показатели здесь обращать внимание нужно? На слайде мы сейчас сделаем специальную вставку, на что мы обращаем? На финансовые потоки, на долговую нагрузку, на рентабельность компании, на показатели стоимости и показатели доходности, которые генерируют. Соответственно, для американских компаний, если мы говорим, что для того, чтобы отнести компанию к категории роста, у нее финансовые потоки, которые характеризуются двумя показателями, рост выручки за пять лет и рост операционной прибыли за пять лет, она должна расти больше 10%. Если мы говорим о долговой нагрузке, коэффициент покрытия процентов должен быть более трех, коэффициент текущей ликвидности больше единицы, коэффициент Альтмана больше 1,8. Где брать эти коэффициенты, откуда их забирать, чтобы можно было внести в бизнес-модель, как получить саму бизнес-модель расчета? У нас есть отдельный практикум от Вячеслава Болянова, который отвечает как раз таки за подбор компаний. Ссылку на него вы можете получить в описании к данному видео. Ну а мы продолжаем. Рентабельность, чистая маржинальность должна быть более 10%, рентабельность собственного капитала более 10%, рентабельность активов больше 6%. Показатели стоимости, капитализация, отношение цены компании к чистой прибыли должно быть меньше 30%. И это понятно, потому что эта компания роста, она еще не зарабатывает много, она в будущем будет зарабатывать, но при этом капитализация, цена компании к выручке должна быть менее 7%. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что, несмотря на то, что так как это компания роста, у нее может не быть чистой прибыли, потому что она направляет все ее на рост. Но при этом сама выручка к цене, она должна быть приемлемой, она должна быть менее 7%. То есть если выручка у компании растет, растет более чем на 10% за предыдущие пять лет и операционная прибыль тоже больше 10% растет в последние пять лет, то это интересная компания, чтобы отнести ее к компаниям роста и включить в инвестиционный портфель. Что касается показателей доходности, мы не ждем от компании роста никаких показателей по доходности. Но мы ждем этих показателей от компании стоимости дивидендных компаний, что коэффициент выплаты дивидендов должен быть максимум 75. О чем это говорит? Это говорит о том, что компания с одной стороны достигла некого предела в росте, но еще не всю чистую прибыль выплачивает в форме дивидендов, а только 75. То есть это все равно еще есть поддержание, есть ресурс, чтобы расширяться, чтобы были деньги для того, чтобы финансировать развитие. Сколько лет увеличивает дивиденды? Минимум пять лет. Мы смотрим на показатели, сколько лет компания увеличивает дивиденды. Для нас приемлемым является вот минимум пять лет компания должна увеличивать дивиденды. Средний рост дивидендов за пять лет должен быть больше трех процентов. Если компания увеличивает дивиденды менее, чем на три процента, то есть размер увеличения дивидендов не покрывает таргетируемый уровень инфляции для Соединенных Штатов Америки. Ну и дивидендная доходность более двух с половиной процентов. Опять-таки показатели, которые сейчас, А не устаревшие, это показатели, которые мы применяли, я в качестве примера провел просто 3 года назад, чтобы опять-таки не выдавать топ-компании, которые мы смотрим для включения в инвестиционный портфель в настоящий момент. Тогда, в 2020 году, инфляция была на уровне 2%, поэтому мы говорили, что интересны у всех, у кого дивиденды больше 2,5%. Здесь уже предъявляются более жесткие требования к показателям стоимости, что цена компании к выручке должна быть не более 3%. Цена компании к чистой прибыли должна быть не более 20%, рентабельность активов должна быть более 4%, рентабельность собственного капитала более 8% и чистая маржинальность более 5%. Также здесь важно, чтобы не было высокой долговой нагрузки у компаний. Рост выручки и прибыли за 5 лет по финансовым показателям должен быть более 3%, чтобы покрывать инфляцию. Вот в качестве примера сравним компанию Johnson & Johnson, Merck, Lockheed Martin, Intel и IBM. Какая компания наиболее для меня доходна как акционера? То есть, сколько компания зарабатывает денег со 100 долларов баловой выручки? То есть, в компании пришли 100 долларов. Есть показатели чистой маржинальности, сколько он составляет. У Johnson & Johnson 20 долларов, то есть, со 100 долларов выручки Johnson & Johnson имеет 20 долларов. Merck имеет на тот момент расчета 13%, Lockheed Martin на тот момент имел 9%, Intel имел 27%, IBM имел 11%. При этом, для того, чтобы отнести к категориям роста, этот показатель должен быть как минимум больше 10. Со 100 долларов выручки я должен получать как минимум 10 долларов чистой прибыли. А для компании стоимости должен быть более 5. Все компании подходят по этим критериям, но при этом мы видим, что если выбрать топ-2, наиболее интересны Intel и, например, Johnson & Johnson. Смотрим по тому, что Intel, что происходит с Intel, насколько у Intel растет выручка за 5 лет. Неплохо, на 10% у компании росла выручка в предыдущие 5 лет, с 2015 по 2020 год. Рост операционной прибыли за тот же период 15%, отлично. Коэффициент покрытия процентов 38, должен быть больше 3. О чем это говорит? Это говорит о том, что компания зарабатывает столько денег, что тот уровень долга, который она имеет, она вообще без проблем его может обслужить. То есть, этот показатель составляет 38, а должен быть больше 3. В 10 раз, да, запас прочности. Коэффициент текущей ликвидности 2,1 должен быть более 1. Коэффициент Альтмана 3,2 должен быть больше 1,8. С долгопозиции долговой нагрузки Intel стабилен. Вернее, у компании долг приемлемый, то есть, люди не увлекаются левериджем, да, люди не заимствуют достаточно много. При этом, они создают такой продукт, который позволяет мне, как акционеру, 27 долларов оставлять у себя в кармане. При прочих равных условиях, если она мне все это будет отдавать, но я же акционер. Цена чистая прибыль 13, за 13 лет окупаются инвестиции, в то время как средний показатель по американским компаниям там 30 составляет. Интересно, компания привлекательна. Капитализация к выручке, то есть, компания за 2,6 года выручки выкупит себя сама с рынка. При этом платит порядка 3% дивидендов, средний рост дивидендов составляет 6%, 7 лет подряд увеличивала на тот момент размер дивидендных выплат, коэффициент дивидендных выплат 26%. Опять же, о чем мне говорит, это что, это компания роста или компания стоимости? Это отличная компания с высокой маржинальностью, с низкой долговой нагрузкой, с достаточным количеством денег для того, чтобы обслуживать свой собственный долг, которая, помимо всего, платит доход дивиденды на уровень инфляции и дешевле всего американского рынка минимум в 2,5 раза. Это период, когда на Intel вообще, ребят, никто не смотрел. С этого момента, да, Intel отмахала там более 150%. Но вот эта вот матрица, она как раз таки и позволяет рассчитать, кто у нас еще был, Джонсон и Джонсон, точно так же можно посмотреть. Еще раз, к вопросу о том, где брать эти показатели, каким образом они трактуются, как определять, какая доля компании должна включаться в инвестиционный портфель по этому принципу. И мало того, это касается не только иностранных компаний, это касается и российских компаний. Все это рассказываю в практикуме. Приять участие в практикуме можно по ссылке, которая находится внизу под данным видео. Еще второй момент является, что мы сравниваем текущие показатели и выводим некое среднее значение в прошлом. То есть мы смотрим, есть критерии, которые мы определили, и есть критерии отнесения компании роста и компании стоимости. Исходя из этого, мы, соответственно, проводим анализ, что имеет смысл при прочих равных условиях включить в инвестиционный портфель. Это на основе прошлых показателей с тем, чтобы принять решение прямо сейчас. Потому что просто элементарная компания по каким-либо причинам в моменте может быть не увиденная рынка, может быть им недооценена, но потом рынок ее увидит, подхватит и на волне роста понесет. И здесь, соответственно, важно понимать, что ты покупаешь как акционер. Если я как акционер посмотрел на тот же самый Intel, размер дивидендных выплат всего лишь 27%, а если она доведет этот размер выплаты дивидендных до 70%, а у нее прибыль растет, извините меня, операционная на 15% каждый год, то через 5 лет что будет? И тогда это называется метод дисконтирования денежных потоков. То есть если у компании на 15% на протяжении следующих 5 лет будет расти операционная прибыль, то я могу сделать предположение, что она может вырасти как минимум в 2 раза. Соответственно, дивиденды, которые я буду получать, если размер дивидендных выплат останется на прежнем уровне, маржинальность останется на прежнем уровне, то в этом случае я понимаю, что у меня дивиденды увеличатся как минимум тоже в 2 раза. То есть увеличится в 2 раза, это получается будет 6%. А если она еще увеличит размер дивидендных выплат, коэффициент дивидендных выплат с 27% до 50% или 60%, то тогда получается, что я сейчас при условии вот этих вот допущений понимаю, что я покупаю не текущий денежный поток, я покупаю будущий денежный поток. И этот будущий денежный поток составит 12%, при всем при том, что компания по сравнению с рынком дешевле в 2 раза, то есть она и в капитализации может увеличиться в 2 раза. Удвоение капитала за счет денежного потока, удвоение капитала за счет изменения цены в направлении роста и увеличение моего капитала за счет того, что я дивиденды буду, например, в этот же самый Intel направлять. Таким образом я получу доходность за 5 лет условно 250-270%, что предполагает среднегодовую доходность без учета капитализации в районе 27%. В то время как форвардная доходность американского рынка находилась на уровне 2,5-3,5. Все, у меня есть основания для принятия решения. Хотите так же, ребят, еще раз, ссылка в описании, практикум, Вячеслав вас научит, где это брать, какие ресурсы использовать для того, чтобы отбирать такие компании. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока, увидимся в следующих видео.